А в округе Майская горка вовсю идет строительство нового детского сада. Власти говорят, подрядчик надежный, но претензии к темпам работы все равно имеются. Насколько велико отставание от графика сегодня, проверил глава города Дмитрий Морев. Итоги записал Михаил Меньшинин. В детском саду на Первомайской пока что вместо смеха малышей слышны лишь беседы строителей. Хотя как раз на разговоры времени и нет. Отставание от графика уже две недели. Подрядчика подвела кровля. Конструкция оказалась слишком сложной, а это не учли при составлении плана. Ускориться надо и внутри здания. По новым работам все инженерные сети, которые должны быть проложены, они уже проложены. И будем сейчас фоксировать отделку, внутреннюю отделку, соответственно, покраской, потолки, полы, плиткой, установка санфоянца и приборов отопления. Если сроки вызывают опасения, то по качеству уже сделанного претензий минимум. Да и плюсом сам подрядчик, питерская фирма, зарекомендовал себя с хорошей стороны на других объектах. Вот и сейчас обещает добавить рабочих. Пока тут 70 человек, а этого мало, чтобы справиться со всеми трудностями. Сложности, которые меня беспокоят, это благоустройство. У нас уже, в принципе, заканчивается сезон. И сейчас максимум работ нужно нацелить на благоустройство самой территории, с тем, чтобы в августе большую, по крайней мере, часть объемов выполнить. Пока у нас сезон, пока тепло и так далее. Подрядчик это понимает и сейчас на благоустройстве здесь усилится. К слову о благоустройстве. Вот такой получается вид из окон детского сада. Аккуратно долгострой 90-х. Картина даже взрослого пугает, что уж говорить о детях. С этим подрядчик никак не поможет. Нужно подключаться властям. В планах было строительство начальной школы для 35-й школы. Но я так понимаю, что они неосуществимы. Поэтому сейчас это здание в прогнозном плане приватизации стоит. Для нас это большая головная боль уже много лет. Поэтому в дальнейшем будем этот вопрос как-то решать. Как только садик на Первомайской будет достроен, решится вопрос с местами для дошкольников в округе. Ходить сюда смогут 280 детей. Когда это произойдет, будет понятно 1 октября. Во всяком случае, эта дата прописана в контракте подрядчика как последний день работы. Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, Регион 29.